Цигун во Владивостоке уже принимают как нечто свое, родное. Хотя популярным это явление здесь стало всего полтора года назад. Именно тогда общественное движение долголетия начало привлекать в такую оздоровительную гимнастику все старшее поколение города. Постоянные тренировки и мастер-классы затронули в итоге каждый уголок приморской столицы. И теперь пришло время показать, чему научились пенсионеры за это время и какую нишу занял цигун в их повседневной жизни. Впервые в Владивостоке у нас сегодня для людей старшего возраста проходит настоящий фестиваль батл. И у нас пять команд спортсменов-пенсионеров будут соревноваться в цигун. Они будут сначала озвучивать девиз команды, название своей речевки, а потом будут соревноваться в цигун в комплексе упражнений 24 формы. Этот комплекс подразумевает собой гимнастический медленный танец. Судьи оценивают заранее подготовленную связку синхронных движений под музыку. Каждая стойка или взмах руки здесь даже носит свое название, вроде «полет журавля» или «лягушка трогает воду». Во многих странах цигун входит в различные программы омоложения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. В той же Азии секции по этой практике работают на улицах или в парках. Для старшего поколения это уже как национальная традиция. Приморцы не отстают, бесплатные занятия, да еще и на свежем воздухе позволяют нашим пенсионерам с пользой проводить время забывать о своих болячках и проблемах. В Владивостоке всегда говорили, вот в Китае есть, а у нас нет. Ну вот какой-то больше полтора года мы занимались, мы привлекли уже, я думаю, более 400 человек посещает наши занятия. Периодически мы устраиваем праздники, то Новый год, то 8 марта. Мы хотим не только спортом, чтобы наши любимые участники занимались, но и просто объединять их. Возможность заняться гимнастикой ЦИГУН в городе есть у всех, независимо от возраста и образа жизни. Занятия проходят на бесплатной основе и какая-либо регистрация здесь не нужна. К тому же помочь в работе со своей энергией ЦИГУН смогут профессиональные тренеры. Максим Яковлев, Андрей Толстихин. Новости спорта на 8.